Всем юнород, с вами Сильвис, это небольшой новостной видос за последние дни в Tower of Fantasy, много анонсов, много приколюх, которые стоит вам рассказать. Начнем с того, что вы сейчас у себя на экране видите ролик с PlayStation Expo, это официальный релиз Tower of Fantasy на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Насчет X-ящика не знаю, X-ящик можно смело выкидывать в топку, но PlayStation теперь available. Он будет доступен вместе с обновлением 3.0, которое на глобале выйдет в, собственно, релиз 27 июня. И единственное, что мне непонятно, это то, что на PlayStation Expo рассказали о том, что за предзаказ на World of Fantasy можно будет получить именно консольный. Доступ к игре раньше на 2 дня, а также какие-то эксклюзивные плюшки. Во-первых, игра free-to-play, о каком предзаказе идет речь, а второе, это эксклюзивные плюшки. Если у консольщиков на общих серверах будут эксклюзивные плюшки, то мы будем видеть, как бы, такого, знаете, прокаженного в народе, в толпе человека с эксклюзивной какой-нибудь внешкой и понимать, о, это пацан с джойстиком. В общем, ничего такого в этом не вижу, те люди, у которых нет компов, но есть телефоны, и они играли на телефонах, теперь они смогут играть на консолях. Не думаю, что даже если она будет продаваться на PlayStation'ах за какие-то деньги, что это будут бешеные деньги, ну или на крайняк они будут давать какие-либо бонусы. Очень классно, поздравляю консольщики. И, как бы, 3.0, отличное дополнение, чтобы врываться в игру. А мы, старики, го обсуждать, что там в 3.0. А в 3.0 у нас, ребятки, очень много контента, и, к сожалению, этот контент будет недолгим. Почему? Потому что 3.0 это одно из последних глобальных обновлений на Китае, которое релизнут, и дальнейшего продолжения как такового пока что нет. Я уверен, что оно будет в ближайшее время, но в любом случае 3.0 на глобале будет держаться довольно долго. Это может быть все лето, может быть полтора-два месяца как минимум, до июля, и так далее. Но, фишка в чем? Фишка в том, что 3.0 дарует нам уже двух известных симулякров. Это Юлайн, это ледяной симулякор с кулаками, кисточка Гарнет. И известны еще два. Это Зик, которого все именуют физическим, и девчуля, которую вы только что видели, такая маленькая лодичка, это электричка. Помимо них, есть еще типа альтерат персонаж, но загадывать не будем сам факт того, что 3.0 это как минимум 4 баннера по 20 дней. То есть 2 чистых месяца. Это 80 дней, даже больше двух месяцев. Между ними не будет перерывов, будут лютые рераны. И, к слову о реранах. 27-го выходит 3.0. Скорее всего, открывать его будет Гарнет. А уже 3.0 июня выходит на релиз Рубилия. Вместе с Рубилией будет реран Тяньланга и реран Фенрир. Поэтому, кто хотел крутить Феню, крутите Феню. Кто хотел крутить Рубилию, крутите Рубилию. На Гарнет и Юлайн я сделал обзоры. Можно посмотреть их в прошлых видосах или по ссылочке в описании. Можно, кстати, еще по ссылочке в описании подписаться на телеграм-канал. Там в группу ВК вступить. Можно и, в принципе, на сам канал подписаться на Ютубе. Но это так, типа, к спеху. В общем-то, я хочу вам сказать о том, что 3.0 очень интересная локация. Очень интересное обновление с новыми механиками, с новыми рейдами, с новыми джоинтами и так далее. По сути, это огромная локация, которая поверкрепнет игру еще раз. То есть, когда вышел Иннерс в 2.5, мы с вами охренели. В 3.0, я думаю, будет ахера не меньше. Потому что это новые батлпассы с животными, это новые активности. Это, возможно, гильдворс, которые будут. Да, тут собираются ввести гильдейские войны. И очень много интересного. Короче, Лето обещает быть довольно сочным на контент-план. Теперь к Рубилии. Короче, объясняю свою логику по Рубилии сразу. Да, гайд по ней будет, разумеется, я его сделаю, когда она выйдет. Когда мы ее выкрутим, если хотите покрутить Рубилию на стриме, записывайтесь на крусточки заранее. Приходите на стриме, 3-го числа будем стримить. Но, объясняю свою логику. Я фри-то-плей игрок, который не донатит на Таню. У меня количество круток строго лимитировано. Это первая фигня. Вторая фигня. Рубилия – последний баннер перед 3.0. И в 3.0 запускается новый круг персонажей, которые будут сильно сильнее, чем предыдущие, просто за счет того, что у них, а, дополнительные статы синергируют с титановой экипировкой. Например, у Гарнет можно поджигание развить с помощью титановой экипировки. У Иолайн там будет взрыв с помощью титановой экипировки и так далее. Прошлые персонажи, по крайней мере, в приписках резонанса, у них этих синергий нет. Если они появятся, замечательно. Но, так как у меня не очень много круток, я выкрутил Фиону. А Фиона, еще раз, в прошлом видосе уже говорил, скажу еще раз, Фиона – это бисовый персонаж, который будет синергировать со всеми сборками, без исключения в 3.0. Так вот, рубили ее экипировки просто потому, что у меня нету круток на нее. Может быть, я ее выкрутил бы, но не столь резонно, потому что до 3.0, когда выйдет 3.0, я смогу накопить на новую вольтовую девочку и выкрутить ее, как минимум, С3 и заменить Тяньланга. Да, рубилия по констам прикольная, но если ты сейчас новичок и у тебя нету даже фенрир, я бы не советовал тебе пулить рубилию. Я советовал бы накопить на персонажа, который выйдет в 3.0 вольтового, если ты вольтовик, и крутить его. Рубилия не будет пауэркрипом после выхода 3.0, а до выхода 3.0 – условный месяц. Если же ты донатер или копил на нее, или хочешь вайфу гейминг устроить себе, пожалуйста, крути на здоровье. После гайда все будет понятно, сколько она дамажит, как она дамажит и так далее. Я убежден в том, ну даже прочитав консты сейчас с бета-теста, слитые в коллеге Афродия, спасибо ему за это, то как бы я не решаюсь ее крутить, просто как минимум потому, что мне не нравится ее геймплей. Рубилия – это очень дорогой и красивый джетпак. Лично для меня, не более. Как только выйдет, сделаю гайд и как бы посмотрим. На этом у меня информация заканчивается, но эта информация очень радует меня, потому что 3.0 – здоровое обновление, консольщикам дадут игру, это значит больше людей в нашей игре, и, собственно, новые симулякры. Отлично. Ждем обновления. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, не забывайте, не забывайте. И, собственно, вступайте в ТГ, ссылочка в описании, вступайте в группу ВК, во все соцсети. С вами был Сильвис, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!